МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленс КС. В студии Олег Соловьёв. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Вы создавали, эксплуатировали, блоки атомной станции. Честование ветеранов и юбиляров Смоленской АЭС. Очень здорово, что в нашей Смоленской области есть такое масштабное предприятие, которое снабжает электроэнергией не только наш город, но и соседней области. Экскурсия школьников на станцию. Это, конечно, маленький вклад, но все-таки вклад. Из-за него говорят спасибо, и это очень приятно. Волонтеры двух поколений объединили усилия в экологической акции. Нам сегодня с погодой очень сильно повезло. Получили массу удовольствия, хорошего настроения. Более ста участников собрали лыжные гонки в рамках Спартакеады САЭС. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. В работе 31 энергоблок, в ремонте 4 энергоблока. Суммарная мощность 26 810 мегаватт. Суммарная выработка по концерну 21 436,8 миллионов киловатт-часов, что составляет 101,8% к заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. На Смоленской АЭС первые и вторые энергоблоки в работе. Суммарная мощность 2112 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Продолжается у нас средний ремонт, все затыкается по третьему блоку. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 4 дня февраля составила 152 миллиона киловатт-часов. С начала года Смоленская АЭС выработала более 1 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 31 января в реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре Смоленской АЭС прошел традиционный торжественный вечер, посвященный юбилярам ветеранской организации Смоленской АЭС. Поздравления коллег, представителей цехов и отделов атомной станции, друзей и родных принимали 68 юбиляров, бывших работников предприятия, рожденных в январе. Теплые слова поздравлений и пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия от имени директора Смоленской АЭС Павла Лубенского ветеранам-юбилярам передал исполняющий обязанности заместителя директора Валерия Исаев. Вы, уважаемые ветераны, стояли у основ нашего замечательного города. Вы его строили, вы создавали, эксплуатировали блоки атомной станции. Благодаря вам была заложена основа, базис традиции Смоленской АЭС. 12 ветеранам-юбилярам января, посвятившим работе на предприятии 25 и более лет, были вручены благодарственные письма директора Смоленской АЭС. В этот вечер звучало много добрых и теплых слов не только в адрес юбиляров, но и совета ветеранов за заботу и внимание к пенсионерам Смоленской АЭС. В свою очередь, старшее поколение смоленских атомчиков готово с радостью делиться опытом с молодежью. Если только подановится мой труд или какие-то знания, я всегда готова помочь атомной станции и вашему ветеранскому движению. По традиции, в числе юбиляров чествовали семейные пары, отметившие золотой юбилей. В январе 50 лет совместной жизни отпраздновали Александр и Галина Глушковы. Украшением торжественной встречи, как всегда, стало выступление ансамбля ветеранов «Гармония». Смоленская АЭС и системах защиты, которые делают производство экологически чистым и безопасным. Посещение атомной станции лекций от авторитетных экспертов дали ребятам уникальную возможность познакомиться с производством и из первых уст узнать все о перспективах развития отрасли. Неописуемые словами масштабы, потому что это нужно прийти и увидеть вживую. Также впечатлила меня чистота на данной станции. Когда мы проходили вместе со своим классом по коридорам станции, нас удивляло, что ни в одном даже маленьком углу не находилось ни одной соринки. Я на этой станции уже не в первый раз, и мои впечатления от этого не изменились. Это очень интересно. Здесь огромный масштаб производства, все очень чисто. Очень здорово, что в нашей Смоленской области есть такое масштабное предприятие, которое снабжает электроэнергией не только наш город, но и соседней области. Десногорские волонтеры организовали экологическую акцию «Корм в каждый клюв». Изготовили кормушки и скворечники для птиц. В ближайшее время они разместят их в парках и скверах нашего города. Помогли юным мастерам серебряные волонтеры, ветераны Смоленской АЭС. Как рассказала руководитель волонтерского штаба Десногорска Надежда Дамахина, идея акции – забота о птицах, которым в условиях городской среды сложно зимой добывать себе корм. До 18 числа все кормушки уже будут висеть на деревьях города, и мы надеемся, что жители города останутся неравнодушными и будут подкармливать птичек. На вопрос, что привело школьника в волонтерский отряд, Владимир Ерофеев признается, что стало скучно без увлечений и захотело сделать что-то полезное для родного города. Когда тебе говорят спасибо за то, что ты, по сути, ничего не сделал, это всем приятно. Это, конечно, маленький вклад, но все-таки вклад. Из-за него говорят спасибо, и это очень приятно. Сплав молодости и опыта всегда дают наилучший результат. В этом уверен ветеран Смоленской АЭС Михаил Юрьков, который обучает молодежь о работе с деревом и с лесарным инструментом. К нам обратились ребята в Совет ветеранов с просьбой помочь им в изготовлении хормушек для птиц и скворечников. Ну, в общем-то, мы откликнулись на это пожелание ребят, волонтеров. Значит, и вот заготовили материалы. И сейчас мы изготавливаем... Первый этап у нас – это изготовление синичников и хормушек для птиц. Ну, вот первый этап, мы уже проводим второе занятие – мастер-класс по изготовлению. В целом, я доволен. Ребята с энтузиазмом участвуют, с интересом. Если вы хотите включиться в волонтерскую деятельность, обращайтесь в Центр культуры и молодежной политики, 6-й микрорайон, или звоните по телефону 3-25-04. Домахина Надежда Сергеевна. Около ста работников Смоленской АЭС, Советы ветеранов, в САЭС-сервис собрались, чтобы посостязаться в лыжных гонках, которые прошли в районе деревни Генина, в рамках спартакиады Смоленской АЭС-2019. Спортсменов поддержали болельщики, коллеги по работе, семьи. Женщины преодолевали дистанцию в 3 километра, мужчины – 5 километров. Лыжные гонки объединили работников и руководителей различных подразделений и их семьи. Стар соревнования сдал директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. Как отметили участники соревнований, трасса довольно сложная, но очень интересная. И зверистые повороты, спуски и подъемы. Упорству спортсменов в достижении цели можно было позавидовать. Многим гонка давалась нелегко, но никто не сошел с пути, все успешно финишировали. Соревнования – это праздник. Не только победить, но и поучаствовать тоже – это очень даже радостно. Встретить своих старых знакомых, друзей, соперников. Если там где-то мы, может быть, и соперники, то здесь мы все равно коллеги и друга понимаем. И рады друга видеть и посоревноваться между собой. Спортсмены еще долго не расходились после прохождения дистанции. Обсуждали результаты, делились впечатлениями. Нам сегодня с погодой очень сильно повезло. Получили массу удовольствия, хорошего настроения. В очередной раз убедились, что лыжный спорт требует более частого посещения лыжной трассы. И тем, кто это делает, им воздается. Поэтому приняли решение сегодня еще чаще выходить и заниматься спортом. Среди женщин в трех возрастных категориях лидировали Екатерина Тюрина, Смоленская сервис, Анна Терещенко, команда «Энергия», Елена Боярская, команда «Безопасность». Среди мужчин лучшие результаты в своих возрастных категориях показали спортсмены реакторного цеха Максим Люлюкин и Евгений Федоров и Титов Олег из отдела радиационной безопасности. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!